Добрый день, милые дамы и уважаемые господа! С вами Светлана Амельянца, автор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем в стремительном освоении вязальной машины с нуля. В этом видео я хочу вас ознакомить с итогами нашего вязального марафона платье «Реглан». Платье было как изделие с непредсказуемым результатом. И мы всегда стараемся придумать что-то такое, чтобы в итоге получилось носибельное изделие, которое можно не просто на куклу связать и играть с детьми, но и все-таки применить на себя. Но чтобы вы увидели результат, а не потратили пряжи больше, чем вам нужно, для того, чтобы вы оценили готовую идею в том исполнении, в котором мы ее предлагаем и поняли, подходит ли она вам или нет, мы провязываем эти изделия на кукол в масштабе, для того, чтобы вы увидели, как это изделие будет выглядеть до того, как вы начнете его применять на себя. И поэтому это изделие мы вязали точно так же. До самого последнего момента, до момента сборки, участники не знали, что будет в итоге, какое изделие мы получим. Напомню, что мы использовали в изделии пряжу, предоставленную нашим спонсором, магазином самовязов. И эта пряжа была бриллиант двух цветов. Ссылку на то, как мы использовали эту пряжу, и как она ведет себя в этом изделии, вы можете найти под этим видео в YouTube. Как обычно, наш вязальный марафон состоял из нескольких этапов, и участники, по правилам, выкладывают свои работы в альбомы марафона самостоятельно. Как видите, 52 фотографии в первом альбоме. Не все участники доходят до конца. В какой-то момент возникает желание остановиться, потому что непонятно, что мы делаем, для чего мы это делаем. Но все наши марафоны, они таковы. Если вы хотите поиграть, то мы с вами играем в головоломку. Первое задание марафона было связать образец, сфотографировать его и вместе с специальной пробой, и на всеобщее обозрение выложить в альбом. Мне очень нравится творческий подход наших участников, которые составляли оригинальные композиции по всем правилам искусства. В втором задании нужно было связать нижнюю часть изделия. Причем мы не говорили, что это нижняя часть, но по наличию резинки наши участницы догадались, куда эта часть будет пристроена. Ну, я думаю, что в следующий раз мы постараемся сделать так, чтобы похоже выглядящее изделие пристраивалось бы на какое-то другое место. Третье задание. Мы вязали спинку и полочки, причем полочки были у нас в расчете на то, что платье будет с запахом, и по этим изделиям было непонятно, где же он реглан. Четвертое задание. Мы вязали уже сам рукав. Но, как видите, рукав абсолютно не выглядел как реглан. Это было, опять же, непонятное изделие, которое, так как мы вязали в маленьком масштабе, то есть, не зная задания, старались предусмотреть, что же может получиться. Но все равно получились очень красивые заготовочки, которые дошли до пятого задания. И в пятом задании мы уже начали собирать наше изделие. На данный момент прошел всего один день с того момента, как мы выложили заключительное задание. У нас прислано три отчета. Судя по тому, сколько было предыдущих отчетов на четвертом задании, я понимаю, что все очень заинтересованы, чтобы получить это платье, потому что действительно платье получилось непонятное. Во-первых, очень оригинальное, такое спортивное, стильное платье. Во-вторых, очень непонятные, неизбитые приемы мы использовали в нем. И поэтому я надеюсь, что наши участники не только дойдут до вязания готового изделия на куклу, но и все-таки свяжут на себя. И напомню, что наш спонсор-магазин пряжи самовязов предоставляет сертификат на пряжу, которую получит победитель нашего марафона по итогам голосования, когда мы получим уже готовые платья. И произойдет это через неделю, 5 марта. Если вам понравилось то, что мы связали на марафоне, то запись этого марафона вы можете приобрести. Вы получите все задания, которые были у участников, в том числе и построение выкройки на куклу, либо на себя, так как мы рассказываем на основе стандартного отрезного лифа схему построения выкройки всех частей этого платья. Ссылка на оплату находится справа в колонке ссылок «Тарифы на участие в марафоне». А чтобы оплатить и получить запись этого марафона, вам не нужно ничего вводить, вам нужно нажать эту кнопочку «Перевести» и выбрать из формы оплаты либо «Яндекс.Деньги», либо «С карты», либо «С телефона». Вы можете перевести и автоматически получите запись этого марафона. Ну, а мы готовимся к новому марафону, который называется «Кички Миттл». «Кички Миттл» — это некое подобие платка, которое носили индейцы, а теперь носят мексиканские женщины. На марафоне мы будем вязать изделия на основе идеи вот этого треугольного платка. И это пока исходные факты того, от чего мы будем отталкиваться. А вот к чему мы придем, узнают только те, кто будет с нами вязать. Ну, результаты, конечно же, увидят все, кто будет следить за этим марафоном. Поэтому вступайте в группу марафона, вы будете видеть отчеты, вы будете видеть, как продвигается наше мероприятие, и вы узнаете, как «Кички Миттл» послужил идеей для марафона, и к чему же мы придем в итоге. Все ссылочки на... все полезные ссылки о том, о чем мы говорили в этом видео, находятся внизу под видео. С вами была Светлана Амельян, соавтор проекта «Изба вязальная», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля.